Уже многие пользователи пишут, что деньги будут продолжать дальше воевать. По информации, 50 миллиардов от Европы, все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета Европейского Союза. Так сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель, но там есть, как обычно, нюанс. О том, что 17 миллиардов это гранты и 33 миллиарда это все-таки кредиты. Ну, мы же сами вне эфира, вне кадра говорили, вроде бы удивили, да, в принципе, на другое не рассчитывали. Ну, мне кажется, в целом мы можем еще и говорить там по информации, что через год будет пересмотр. Ну, первых, да, пересмотр. Но, с одной стороны, это хорошо, лучше, меньше да лучше. Как писал классик один, у него есть такая работа, лучше, меньше да лучше. Это раз. Но в данном случае лучше столько, чем нисколько. Перефразирую. Это первое. Во-вторых, будут пересмотры. Почему? Потому что нет уверенности, что с Европой будет и что со странами будут. Конечно, можно сказать, Орбан выбил. Но я вам говорю, что если бы с ним не были согласны в этом, просто ему сдали возможность артикулировать эту проблему, быть таким мальчиком для битья, на которого можно все списать. Что это он, Орбан, этот Орбанищик. Ну, что с него возьмешь? Он такой и есть, извините. В семье не без урода там и так далее, и так далее. Но на самом деле, они его поддерживали. Просто они не хотели это открыто сказать. Потому что они не знают, что будет через год. Тот же Шар Мишель, который объявил об этом, он же баллотируется в Европейский парламент. Такая же была информация, что вроде бы сказал, не будет. Ну, не знаю, но они же уходят все. Они же уйдут. И Урсула уйдет. И все уйдут. И никто не знает, что будет с Европой. Никто не знает, что будет с Америкой. Скажите, кто-нибудь знает, кто выиграет выборы? Трамп или Байден? Или кто-то третий? Кто-то может сказать утвердительно? Но на данном этапе очень сложно это сказать. Дальше. Пошли. Кто-то может сказать, чем окончательно война закончится? Где она закончится и как она закончится? Никто не знает, между прочим. Что, в каком формате? Конечно, там могут люди, которые, скажем так, занимаются функцией болельщика. Знаете, как болельщики? Они лучше знают тренера, как надо в футбол играть, чем игроки. Так, но почему-то трансферы платят игрокам и тренерам, а не болельщикам. Знаете, в чем дело? И им доверили это дело. А не какому-то известному фану или фанате фану клуба, который знает, как голы забивать и как надо играть. Так вот, никто не знает это. Кто-то скажет, нет, это закончится там полной победой того. Никто не знает. Где оно, как оно? Кто-нибудь знал, чем закончится Первая мировая война? Не знал. Дальше идем. Ну, тем более сейчас все в движение пришло. Война повсюду. Конфликты повсюду. Прокси. Понимаете, вот Россия, Иран и Хусид. Ну, это что же, как бы, допустим, мы там потопили ракетный, как там, ракетоносец. Катер какой-то, да. Да, как там называется, я не понимаю. Да. Потопили. Ну, хорошо, а эти Хусиды потопили, потопили торговый, американский торговый корабль. Ну, конечно, торговый корабль не ракетоносец. Все-таки военная может. Ну, тем не менее, вот такая вот будет игра. Но главное, что они закрыли, перекрывают морские коммуникации. И британцы, американцы не знают, что с этим делать. Что с этим Йеменом делать? Людьми, которые воюют в тапочках, и, ну, у них это, скажем так, национальное блюдо. Курят какую-нибудь там коноплю. Ну, ихнюю, я не знаю, как она называется у них. Но это их национальное блюдо, а не просто там какая-то перверсия и так далее. Вот тут оно все такое сегодня. И, можно сказать, гегемон, он сейчас на растяжке. Он не знает и не понимает, что делать. Вроде бы, оказалось, такой вопрос, а при этом они понимают, что... Он уже не гегемон, даже признал, Бернс признал, вот в этой статье, шпионаж в эпоху, как там... Государственных, да. Да, государственных изменений. Устройства. А? Государственные устройства. Да, шпионаж и государственные устройства. В эпоху там чего-то. Он уже признал. Что мы уже не можем контролировать все. Там так какая-то фраза есть. А главные наши издательства, три. Враг Россия и стратегический конкурент, примерно, Китай. Он же не сказал, что мы как бы. Да, мы ослабили Россию. Мы ее там не дали и Украину. Но она остается серьезным, стратегическим конкурентом, противником, врагом. Все. Так вот. Гегемон тоже. Все, он не может. Если бы он был гегемоном, так он бы мог держать и Украину. Деньги дал бы. А как он может сейчас деньги дать? Смотрите, как может быть гегемон, страна, если у нее внутри проблемы? Если у нее Штаты и центр, как это, центр и регионы, они могут договориться. Если у них Конгресс заблокировал, ну, решение, гридлок, как они говорят, ну, в Америке, статьи там, American Review, political review, есть. American Political Science, такие журналы, там гридлок, это вот их термин. Так вот. А чему? Потому что решение, бюджета же нету до сих пор. Они временные принимают бюджеты для того, чтобы финансировать правительство. Ну, управление государственное. Чтобы не оставить вот это, шатдаун, как они говорят, когда нет финансирования. Ну, они же, как бы, бюджет, поэтому как они, если они не могут принять решение по границе, по Украине, по Израилю, по Тайваню. Почему не могут принять? Потому что столкнулись две партии, столкнулись два кандидата в президенты. Все, значит, уже не гегемон. Если у вас внутри, у вас внутри что-то поломалось, у вас дефект политической и конституционно-федералистской системы. Если штат игнорирует указы президента из Вашингтона, решение Вашингтона и даже решение Верховного Суда. Если там есть национальная гвардия в штате, своя, а Вашингтон пытается, или указ Байдена, национализировать или федерализировать эту национальную гвардию, чтобы она подчиняла центру. Так что это? Какой же вы тогда гегемон? Вы у себя не можете порядок навести. Как же вы можете навести этот порядок, например, в Украине, где-то еще в Польше, в Германии и так далее? Вот же вопрос, чем. Конечно, да. Ну, он послали, еще возвращать, для того, чтобы показать, что мы не забыли, что мы помним про вас, но сейчас нам не до вас. Вот так бы я сказал. Помним про вас, но сейчас нам не до вас. Спикер же палаты представителей Майк Жосов сказал, что Конгресс США, вероятно, разделит выделение помощи Украине и усиление южной границы. Ну, и многие уже сказали, что это не очень хороший сигнал все-таки. Интересный вопрос был от зрителя. А что значит нехороший сигнал? Ну, ладно, давайте зрителя, а потом вернем. Зрители – это приоритет зрителю. Да, интересный вопрос. Спрашиваю, деньги дают для войны или для мира? Смотрите, деньги дают для функционирования государства, для мирной жизни в условиях войны. Деньги на войну идут с доходов государственного бюджета Украины. Все доходы государственного бюджета Украины – это акцизы, налоги, импорт и что-то производство внутри. Это все идет на войну. На закупки оружия, на производство оружия. Бомбят русские, не бомбят русские, но ВПК оживает, что-то производится, дроны производятся, вот которыми сегодня поразили этот ракетный, как там, ракетонозис, да, поразили. Значит, производятся эти дроны морские. Так? Вот. На закупку оружия. Дальше. Вот эти все деньги, которые Европейский Союз и должны были американцы дать. Это все на функционирование государства. Что это такое? Государственный аппарат. Силовые структуры, полиция, службы, там, так далее, разведка. Дальше. Это школы, больницы, инфраструктура, муниципальные органы. Ну, например. Мы же видим детские площадки построены, так, новые. Вот я вижу по Киеву. Это что за деньги, понятно? Это же не наши деньги, это их деньги. Ну, почему? Потому что для того, чтобы жизнь продолжалась. Чтобы не было, чтобы все должны в окопе сидеть. Да, страна воюет, но у нее есть мирный тыл. Да, он небезопасен, потому что могут бомбить. Но в нем жизнь продолжается. Понятно, есть города, где и там места прифронтовые, там тяжело. Но в Киеве, посмотрите. Пробки. И такие как бы крутые машинки ездят, между прочим. Да и рестораны вроде работают. Да и людей много. Да и какие-то на шопинг люди ходят. Это вот эти деньги. Почему? Потому что тогда цена войны, она не воспринимается простым обывателем. Страна проигрывает войну тогда, когда простой обыватель понимает, что цена войны высокая. Либо жертвы, погибшие и так далее, из твоего ближайшего окружения, особенно из семьи. Либо нет денег, не заслужить. И ты живешь там на воде, на хлебе, где-то там в полуподвале и так далее. Следующий вопрос как раз просто в тему. Хватит ли этих денег для того, чтобы построить ту линию залужную, о которой вы сказали? Не хватит денег. Во-первых, надо цемент, чтобы был. Так производство цемента должно быть. Это же все надо цементировать, а не просто досками его. Оно сразу там. Во-вторых, денег не хватит. Почему? Потому что нет денег американских. Вот это смотрите. Давайте посчитаем. У нас сегодня дефицит государственного бюджета, вот именно на мирную жизнь в условиях войны, вот так я скажу, составляет примерно, ну кто-то говорит 37, ну примерно 41 миллиард долларов. Это действительно где-то может быть там 38 миллиардов евро. Так вот, сколько мы получаем? Это на год, на год. Сколько мы получили этих денег? Мы получили 50 миллиардов на 4 года, да? 50 миллиардов евро на 4 года. Это примерно сколько? Примерно в год у нас будет, посчитать так 4, ну, посчитайте, там чуть больше, там где-то 15 миллиардов, по-моему, да? 12,5 получается. Примерно в год, все, все. Мы не покрываем этот дефицит. Значит, где деньги искать? Первое, кто-то может добавить, ну, немцы могут добавить, там договорились, что они дадут. Дальше. Япония отдала, там, 250 миллионов долларов. В январе, вот они единственная страна, которая дала Украине помощь. 250 миллионов долларов, по-моему, да. Вот они только одна страна дала. Но Норвегия, так, там даст. Еще можно, ну, еще где-то десятку набрать. С миром понятки. Да, с миром понятки. Ну и все. Ну, может, американцы примут. Но пока я не вижу, чтобы американцы принимали. Почему? Потому что они уперлись в эту, если дадут американцы, то дадут мало. Почему? Потому что то, что предложил Джонсон, Майк Джонсон, так, спикер палаты представителей, это значит, что если украинские и миграционные вопросы развонятся, значит, можно рассчитывать на то, что мы получим какие-то деньги, но и миграционные как-то, ну, вопрос границы тоже. Но вопрос границы, чтобы закрылся вопрос границы, это не в интересах Трампа. Трампу важно, чтобы этот вопрос качался до выборов. Вот и все. Поэтому, а Майк Джонсон, он человек Трампа. Более того, чем дальше Трамп будет набирать силу и голоса выборщиков в условиях праймерис, вот когда праймерис, так, сейчас будет этот Ньюгемпшир, и потом, по-моему, будет еще, и где-то в начале марта супер вторник, когда там в 10 или 15 штатах будет. Тогда все будут понимать, что он кандидат от республиканской партии, что за ним сила, и республиканская партия ляжет полностью под него. И он все тогда. И республиканцы, которые могут, вот есть, допустим, там, Линсен Грэм, республиканец, но не трампист, а не ОКОН, так, или там ряд еще конгрессменов, там, Мич Маккон, Макконнелл, так, глава, лидер республиканского меньшинства в Сенате. Это все не трамписты, даже, я бы сказал, антитрамписты, и проукраинские сенаторы. И выступали всегда, да. Но вынуждены будут сделать так, чтобы, ну, видя, что Трамп полностью под себя подмял республиканскую партию, и голос не будет слышен. Этому, конечно, остается проблема, где взять деньги. Поэтому деньги будут, но их будет мало. Значит, их будет меньше на больницы, на учителей, на преподавателей, на вузы, на школы, на муниципальные, на инфраструктуру, на поддержание. Знаете, города есть, надо же мусор вывозить, улицы убирать. Надо или нет? Надо, конечно. Дома надо тоже ремонтировать, там, и так далее. Это вот возник такой вопрос серьезный, между прочим. Но, если бы вообще не дали денег, это вообще тогда было бы плохо. Потому что тогда цена войны очень высокая для мирных граждан. И тогда все, начинаются всякие движения, телодвижения, надо сворачиваться, заканчивать и так далее. Но, еще раз говорю, Европа, Европа сегодня не по моральным соображениям, а по чисто, там, скажем так, шкурным уже соображениям, вынуждена собирать эти деньги для того, чтобы, ну, по крайней мере, не было, как они говорят, победы Путина. Они хотят выиграть время, и они уже, честно, признаются, что они будут готовиться к новой холодной войне с Путиным. Начинается новая гонка вооружений в Европе. Для этого они хотят выиграть время, в том числе за наш счет. Тут не то же, да не знаешь, они платят нам вот просто так. За наш счет они хотят выиграть время, перестроить свои армии, перестроить свои стратегические и тактические доктрины военные, перестроить ВПК, перестроить ментальность европейцев, что той жизни благополучной, расслабленной, постгероической, мирной и так далее, кайфовой, не будет. Все, золотое 30-летие там Европы, все, закончено. Смотрите фильмы 80-х годов, вот там, это, счастливая жизнь, как говорится. Полицейский из Беверли-Хиллз, смотрите и все. Или там Танго и Кэш, посмотрите фильмы, вот там все. Все, вот там, эта вся счастливая жизнь, ее уже нету. Ну, он же там 90-е годы еще захватил. Вопрос к Вадиму Карасеву. Почему Вашингтон, ну, то есть Лун, Нуланд, требует от власти Украины продолжение войны? Она привезла оружие, но не привезла предложение по перемирию. Ну, во-первых, она и не может привезти предложение по перемирию. Это не тот ее уровень. Во-вторых, она не требует войны. Это два. Потому что, опять-таки, и статус ее не тот. Во-вторых, она открыто так не говорила. Она говорила, она хвалила украинский народ за героизм, проявленный по защите своей территориальной целостности, независимости и так далее. Это два. Третье, она приехала с инвентаризацией своего политического хозяйства, американского политического хозяйства. Какая диспозиция политических элит, ситуации во власти, ситуация между армией, военными и политиками. Я не думаю, что она примчалась сразу, как бы вот узнали, что вот этот Казов Залужного, недоотставка Залужного, сразу ее отправили, езжали. Это не так делается просто. Поехал, сорвался, ничего себе. Еще и на поезде ехал. Ну, этот визит, наверное, готовился. Еще раз, показать, что пока в Америке помощь Украине зависла, финансовая помощь для покрытия дефицита государственного бюджета, мы вас не забыли, мы вас помним, мы про вас помним и так далее. Чтобы не было «помним, любим». Да, да. И теперь, а тут как бы подвалила вот эта вся история. Вся эта история с Залужным, президентом и так далее. Я думаю, что она попросила не качать эту ситуацию, хотя я думаю, что все-таки Зеленский рано или поздно найдет время для того, чтобы... Может ли, по вашему мнению, Залужный стать президентом на следующих выборах Украины? Что значит «может»? Может. Любой может. Есть шансы у него? Есть шансы. Если будут выборы в ближайшее время, если он, ну, сохранит свой рейтинг. Если его уволят, ему тяжело будет. Почему? Ну, а как вообще вести публичную политическую деятельность в условиях отсутствия публичной политической деятельности? Так? Когда политики нет, телевизора нет, митинги запрещены, встречи запрещены. Поэтому это тяжело. То есть вы думаете, если его уволят, он все-таки уходит в некое небытие политическое? Есть такое. Поскольку другие считают наоборот. Если его действительно уволят, он получает некий как мандат доверия от народа, и все станут, скажем так, вокруг главнокомандующего ныне пока. И это наоборот еще подогревает интерес. Давайте, давайте, действительно, что тут, ну, как бы, важно. Заложены действительно альтернатива Зеленскому. Это раз. Он только один. Я не говорю по какой причине, но он один только. Хотя, ну, это его так, как бы, и элита тоже, которая недовольна многими вещами, не войной, а недовольна многими вещами, которые идут внутри политики. И то, что власть монополизирована, информационная, и так далее, что, как бы, Зеленский ведет войну сам, своей командой. Как он сказал, 5-6 менеджеров у меня. Вот и все. Я их не могу трогать. Вот он ведет войну. Все остальные только или принимают законы Верховной Раде Украины, либо на обочине политической жизни. Многих это не устраивает. Из старых элит. Ну, довоенных, я сказал, довоенных элит. Довоенных элит. Кто такой довоенные элиты? Порошенко, Тимошенко, Кличко. Да даже я бы и не исключал оппозиция Бойко. Еще кто-то. Они же есть. Ну, может быть, меньше всех тут недоволен Бойко, потому что тут, как бы, ситуация еще та для них. Но! Они же не могут быть альтернативой Зеленскому. Они могут в оппозиции быть. Во время войны это очень сложно быть в оппозиции власти. Это надо очень грамотно действовать. Чтобы тебя не обвинили, что ты оппонируешь не власти, а государство. Что тут тоже, как бы, понимаете, есть нюансы. Ты оппонируешь не политикам, а ты оппонируешь зла. Всегда можно обвинить. Как во время войны тут критикуешь меня, и все. Поэтому очень аккуратно надо действовать. И, во-вторых, они из старых у власти всегда, например, у команды Зеленского, если кто-то сейчас будет претендовать и будет выступать что-то, и будет, как бы, показывать свой характер и не соглашаться с президентом, скажут, а смотрите, кто он такой? И еще будут на президентские выборы думать, скажут, а кто они такие? Они довели нас до войны, они армию не создавали, они, там, коррупционеры, ну, всегда вот это все. А вот у Залужного нету политический гирь. Знаете, в чем? У него, он свободен, у него нет гирь прошлой жизни политической. Он никогда не был в элитах, никогда не был в политике. И на него никогда, по крайней мере, сегодня, на данном этапе, не можно повесить какие-то грехи политические. Да, можно написать, что он там, как бы, это, как там написал, что он там любит выпить. Ну, хорошо, лишь бы не нюхал, как говорится. Так, ну пусть пьет. Уже к этому, знаете, уже все это привыкли. Сейчас вообще можно каждому все, что угодно написать, приписать. И пусть оно гуляет. Люди же на это не реагируют, между прочим. Ну, не реагируют люди. Как дедушка Крылов писал. Пей, но дело разумей. Ну, Крылова, басни. И все. Какая разница. Ты в политике главная или там в любом деле. Ты профессионал или нет? Ты профи. Ну, хорошо, можно быть чистеньким, трезвенником, вообще там, сказать. И что? Не за это политиков ценят. Это за то, как они защищают интересы государства. И какие они эффективны, либо неэффективны в этом. Тем более сейчас в этом мире, ради Бога. Во-первых, все, что угодно можно написать. У каждого есть право на свои 15 минут славы что-то сказать. У каждого есть право. Что мы можем сделать с этими гаджетами? Мы что, людям рты будем закрывать? Пусть говорят. Чем больше будут говорить, чем больше будут обвинять, тем больше к этому будут все привыкать. Знаете, когда ты не привык, когда это голос обвинений или какого-то клеветы, он единичен, это воспринимается как какой-то скандал. А когда льется большим потоком против тебя, политика, какая-нибудь грязь, искупайся. Преврати эти грязи в лечебную грязь. Знаете, как на курортах. Вот и все. Мой совет. Так вот, он альтернатива. Он единственный, да, альтернатива. Потому что старых всегда можно обвинить в чем-то, его ты ни в чем не обвинишь. А Залужный вообще говорил о своих амбициях? Может, это ему все приписали? Нет. Ему приписывают амбиции. Лично он никогда ничего не говорил. Но когда? Некоторые, скажем так, пропорошенковские или другие, там всякие блогеры, эксперты говорят, Залужный – это символ супротива. Это символ героизма Украины. А что он символ? Я не понял. А если бы Зеленский уехал в первые дни войны, что бы было бы? Не надо играть этими словами. Да, он выполнил свою работу, как главнокомандующий. Он делал то, что надо делать в этих условиях. Как и Зеленский делал в этих условиях. Не надо это символами. Получается так, только один герой у нас залужен, а все остальные не герои. Вот они создают это все, подогревают. И у некоторых возникает ревность. Ревность возникает. Что почему так? Почему не так? Тем более, я же не буду сейчас говорить. Были ошибки у главкома, что в армии так все хорошо. Но в принципе, я против того, чтобы сейчас этот конфликт разрастался. Он не на пользу идет. Это два. Третье. Что касается политической деятельности. Смотрите. Был Марчук, премьер-министр Украины. В 95-м году Кучма его увольняет за создание политического имиджа. Все говорили, нет, Марчука нельзя. Это же он будет президентом. Он не стал президентом. Кучма стал президентом. Но убрал опаснейшего конкурента. Почему? Потому что Марчук премьер-министр. А он выходец из силовых структур. Это единственная, ну, с КГБ, а затем из БУ. Это единственная силовая структура, которая обладала силой на тот момент, по крайней мере. И что? Ну что, у Марчука премьер-министр, а глава СБУ его человек Маликов. Там еще Хоменко был, по-моему, в Днепре. Глава областного СБУ. Надо было что-то делать. Все, раз. Все. Убрали всех, убрали, почистили. Своих поставили. Радченко, по-моему, поставили тогда. Главу СБУ в 95-м году. Премьера, министра Лазаренко, но потом... Но этого не было таких, как бы, серьезных связей. Он попался на коррупцию и был осужден, как мы знаем, в Америке. Так? Вот это один способ. И Марчук так и не стал президентом. Хотя очень сильный, очень грамотный, очень тяжеловес политический. Я помню в одном кабинете в 99-м году, когда шла президентская компания Кочмы, так, в одном кабинете на банке, когда уже стало понятно, что во второй тур выходит Кучма и Симоненко, Марчуку предложили должность секретаря РНБО. Ну, для того, чтобы он поддержал Кучму, ну, понятно, усилил. Я спрашиваю одного, ну, там, второй человек или третий человек в Ираке. Говорю, ну, как же он же сильный, Марчук, как же он так, ну, не смог додавить. Он говорит, против системы не попрешь. Против государства, он говорит, очень трудно оппонировать и воевать. Я помню, еще с детства это известное объединение, которое по рекламе потом велось просто в память, Карачук, Марчук, Онопенко, Медведчук, Тасуркис. Ну, это было, по-моему, СДПО, там что-то такое было, да. Но это в начале было, потом уже это другое СДПО было. Так вот, но есть другой пример. Ющенко, которого в 2002 году отправили с поста премьер-министра, и он, когда выходил, забирал шмотки, ну, вещи свои с кабина, он сказал, я сейчас повернулся. И повернулся, между прочим. А почему? А государство уже было не то. Уже народ был не тот. Уже было сформировано движение под него, национал-патриотическое движение вот это, так, правоцентристское. У меня, кстати, выходило как раз то время, статья в газете «День» называлась о правоцентристском повороте. Я писал, так, а название статьи было «Россия-Украина. Общая судьба элит заканчивается». Все, тогда, с этого момента и началась вот эта вся история наша. Так вот, а государство было уже другое. Тогда оно было расшатано делом Гангадзе. Так, дальше, кольчужным скандалом. То есть, Украина уже была беременна революцией. В 95-м еще нет запас советской прочности, и постсоветской прочности. Был такое, что государство было трудно выиграть у государства. Тем более, второй срок Кучмы. А если бы Кучма на третий срок, не думаю, чтобы Ющенко выиграл. Но поскольку уже Янукович был, они, кстати, были друг друга заинтересованы, потому что Янукович понимал, что он выиграть может только у Ющенко, а Ющенко понимал, что он может выиграть только у Януковича. Ну, как там, дважды судимый против Нацика. Красно-коричневый, или как там, коричневый, да? А если бы пошел Кирпа, Кравченко и Тегибко, ситуация могла бы быть по-другому. Но, тем не менее, вот такая история. Так вот сейчас у меня вопрос. Увольняем Залужного. Ну, увольняем президента. Он по линии Марчука пойдет, или по линии Ющенко пойдет? Неизвестно. Неизвестно. Почему? Потому что вокруг него собираются все недовольные. Он символ знамя недовольных тем, как ведется война, как ее вести дальше, что дальше делать, и что делать после войны. Многие недовольны, потому что мы во время войны начинаем эволюционировать из, да, слабой, да, такой пол-хаотичной, коррумпированной, но все-таки демократии в коррумпированную, хаотичную автократию. Ну, тоже так ставят вопрос. Вадим Юрьевич, подскажите, вот ваше мнение. Вы верите в эту версию десятилетки, или это все-таки из серии какой-то конспирологии, или какого-то заговора? Я о чем веду. Неоднократно слышал о том, что, видите, сбор этих недовольных, он происходил, 2004-й, 2014-й, ну, только там по другой причине были, но потом мы видели. И вот говорят, что в 2024-м он тоже может быть, поскольку вот война, недовольство, выбор... Все правильно, десятилетки. Да, да. Давайте начнем с 1994-го года. 1993-й, 1994-й год. Забастовки шахтеров, начало ИО премьера Ефим Звягильский, требования досрочных выборов, принимается решение осенью, поздней осенью, 1993-го года, о досрочных выборах Верховной Рады Украины и досрочных выборах президента. Не забывайте, в 1994-м году были выборы Верховной Рады Украины и досрочные выборы, президентские досрочные выборы. Первое. Дальше берем 2004-й год, дальше берем 2014-й год, и дальше берем 2024-й год. К чему это я говорю? Это очень важный момент. Потому что уже 30 лет страну колбасит. Ее постоянно какие-то смуты, войны, революции, майданы, бунты. Вообще украинская история политическая – это эпоха восстаний, бунтов, революций и войн. Если взять, посмотрите, смельниченные и так далее, какие-то Алекс Адобуш, да еще какие-то нападили эти все, так сказать. Крестьянские восстания, бунты тоже, сколько было. Так вот, мы берем постсоветскую историю. Еще в начале был запас прочности государства. Я к чему это веду? Государство было. Да, оно было еще обременено там и на гире в этой советскости, советчины и так далее, но оно было, оно управляло. А вот начиная, особенно с 2004-го, начиная с начала 2000-х годов, дело Амгангадзе, дело Кольчугах, кризис Тузлы. Причем, с одной стороны, американцы работали, с другой стороны, русские расшатывали. И, конечно, наши тут тоже как бы, ну, с делом Амгангадзе, понятно, это внутренняя тема. Пленки Мельниченко, повстань Украина, ну, 2001-й год, март месяц, 8-го марта, 9-го марта, как берут приступом администрацию президента, ворота брали. Так? Повстань Украина. Это же называлось так, повстань Украина. А в 13-м году Яценю, когда Тимошенко в тюрьме была, как называлось это? Тоже повстань Украина. Когда они проводили по, и перед Майданом, вот эти все митинги по всей стране. Повстань Украина. Это повстанческое сознание, повстанческая ментальность, она убивала государственность Украины. На корню. И вот мы пришли к тому, что сейчас эта государственность висит на волоске, между прочим. Поэтому мы воевать-то не можем сами, потому что у нас ни ВПК своего нету, ни индустрии нормальной, которые бы быстро перестроили. Потому что все деградировало, все разрушалось. Потому что мы строили, мы будували нацию. А надо будувать государство. Потому что государство – это все. Будет государство, будет нация. Не будет государства, нации не будет. Будет определенная этническая группа и народ. Понимаете? Надо прежде думать о той территории, которую мы получили. Надо думать прежде всего об управлении. Поэтому я всегда говорил, я сторонник государственности. Это слово «этат» французское – «этатист». «Этатизм» прежде всего. А национализм – это немножко другое, между прочим. И оно локальное, больше для Украины это более локальное явление. И этот национализм, между прочим, который носил, был в формате западноукраинского, регионального, национального проекта и понимание, что такое государство, так сказать, в львовском формате или в западноукраинском формате, оно противоречило и подтачивало, подмывало, размывало государственность вот эту большую украинскую государственность. С ее авиастроением, автостроением и так далее. Вы думаете, что коррупция тут расцветала? Когда у вас нет национальной идеи или государственной идеи, кто поверит в государство? Верит только в то, что надо снять деньги и куда-то уехать жить. Обратите внимание, я бы провел хорошее исследование. Сколько бывших чиновников живут за кордоном? Вообще уехали. Сколько их было народных депутатов, министров, премьер-министров? И они, где они проживают? Даже давно сюда не приезжают. Давно уже забыли это все. Откуда у них появилось? Не беженцы, которые в 22-м году, а еще до войны. Я к чему говорю? 30 лет, все, нам надо одуматься, очухаться, так говорится, почухать голову, потылать все и сказать, что если мы сейчас опять будем заниматься тем, чем мы занимались даже во время войны, мы потеряем государство и все вместе. Знаете, потому что войну выиграют армии, а проиграют, знаете кто? Политики. Политики проиграют войну. Политическая система проиграют войну. Главная сейчас задача устойчивость государства, устойчивость государственности. И не надо эту устойчивость подрывать эгоизмом политиков, вот этими амбициями несчастливыми, что думаете, только заложенный амбициозный? Да, он амбициозен, наверное, как военный. Это надо, знаете, это очень серьезная вещь. И вот эти 30 лет это государство, ну, значит, деградировало, потому что он не управляется. Да, теперь мы субсидиарное государство, это называется. Потому что, если бы не было Европейского Союза или Западной коалиции, без субсидиарности, даже вопрос не в субсидиях денежных, а субсидии институтов, институциональная субсидиарность, потому что мы бы не выдержали. Они же нас, как бы, где-то там мерят, когда политики между собой грызутся, или там где-то говорят, вот это надо так сделать, а это так делать. Я не говорю про войну сейчас, я говорю про политическую, как бы, составляющую. Где-то они выполняют функцию менеджерирования, что мы сами не можем менеджерировать государственное управление на том уровне, который нужен. Поэтому это, знаете, войну мы проиграем тогда, так, можем только в одном случае проиграть, если мы проиграем государство, оно станет файл стейтс. То, чего так хочет Путин. Конечно, а мы хотим, чтобы они проиграли. Вот в чем война идет. Сейчас война, главное, это не столько, не столько на линии фронта, а сколько в тылу, у них и у нас. И они тоже это понимают. А мы, ну может у них просто управление есть сейчас, управляемость есть, так, больше, чем у нас. И надо это понять. Они-то строили государство имперского, империалистического типа, а мы что строим? Все, закончили с национальными этими делами, этническими, закончили. Надо строить не нацию государства, а национальное государство. Это немножко разные вещи. С акцентом на государство, на его устойчивость. Вот, и это как бы должно стать, ну скажем, задачей на 2024 год. Причем, это должно быть демократическое государство. Потому что ценность Украины была, по сравнению с многими постсоветскими государствами, паралями для меня, что это всегда территории, ну воли, хотите, свободы. Да, закона нет, но свободы зато есть. Самовыражение, конкуренции. Потому что мы же где находимся? Лес немецкий, степь русская. А у нас что? Лесо-степь. Значит, учимся жить, как в степях, степняки живут, и как живут люди леса. в степях пьют молоко, в лесу пиво. Вы знаете, уже многие начинают комментировать и представлять в таком варианте, хотели в Европу, строили Израиль, а получили Северную Корею. Это по поводу закона В Северной Кореи, выйдите, как там, выйдь на Волгу, чей стон раздается над Великой Русской рекой, выйдь в Киев, посмотри, где в Пеньяне столько машин. Где машин таких тачек крутых и людей таких, ну, свободных остающихся. Не пугайте Северной Кореи. Так, дело не в этом. Мы никогда, Северная Корея выросла. Почему Северная Корея стала Северной Кореей? Она выросла на партизанском отряде. Партизанский отряд в окружении врагов партизанской дисциплины стала моделью построения государства командиром этого партизанского отряда Ким Эр Сеном. Он на базе этого партизанского отряда или партизанского государства выстроил партизанскую государственность. Но мы, слава Богу, не партизаним, нет? Слава Богу. Да. Продолжение следует...